В три часа дня эстафету праздника принял стадион Икар. Соревнования стартовали сразу на нескольких площадках. На центральном поле торжественно открыли День здоровья в НИЕВ. К участникам обратились представители Городской думы и Ядерного центра. Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником, праздником Днём здоровья в Ядерном центре. Не сомневаюсь, что здесь собрались самые сильные, самые ловкие и мужественные спортсмены. Приветствовали спортсменов и творческие коллективы города. Впервые на городском празднике выступили участники школы танцев «Штормкрю». Они представили хореографический номер с элементами современных танцевальных стилей джаз-фанка, вога и хип-хопа. Это на попури, так делают обычно на крупнейших чемпионатах, не только в России, но и в мире. Ставят танцевальное шоу, сводят треки разные. Новшеством этого года стал легкоатлетический забег на 1,1 км в Саровской верстах. Маршрут пролегал по улице Зерновой и проспекту Музруково. В общей сложности участники пробежали два раза вокруг стадиона. На Дне здоровья каждый мог выбрать себе соревнования по душе и темпераменту. Сергей Уланов отдал предпочтение силовому виду спорта. В роли снаряда гиря весом 16 кг. Сергею удалось правой рукой поднять гирю 110 раз. По условиям сегодняшних правил нужно за две минуты времени сделать 16-килограммовую гирю, толчок, сделать максимальное количество повторений. Второй раз в нашем городе прошли соревнования в рамках проекта «Атомный воркаут». Участники соревновали в дисциплине силовой двоеборья. Они подтягивались на турнике и отжимались на брусьях. Судьями стали профессиональные спортсмены из Москвы. В этом году очень много молодых ребят было 17-18 лет. В прошлый раз, конечно, были и постарше молодые люди, там 20-25 лет. И поэтому и сказалось на результате. В этот раз чуть поменьше результаты были у ребят. Но все равно видно, что они старались, показали свой максимум. Помимо обязательных упражнений, спортсмены выполнили показательные выступления, продемонстрировав хорошую физическую форму. Победители первого этапа будут представлять наш город в финале турнира «Атомный воркаут», который пройдет в Глазове 7 сентября. Глена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.